Не греющие батареи и стояки – проблема самих жителей, уверена домком Халимана Арметова. Еще три года назад она решила, дальше так жить нельзя. С тех пор, как жители своими силами заменили в доме все коммуникации, в подвале стало сухо, а в квартирах тепло. Это зависит, конечно, и от жильцов тоже. И как с ними обращаться от домкомов. Очень большие силы требуются и нервы. Конечно, сейчас уже намного полегчало в течение четырех лет, как я стала домкомом. Первые годы очень было, я хотела даже неоднократно бросаться. Мы без тепла жили до этого, очень было холодно. Начали деньги собирать частично, сначала один подвес, потом второй, потом весь дом. Поменяли подачку, обратку, все вентиля, лежаков, все поменяли по теплу. Всего за один сезон в системе отопления дома накапливается мусор, который может вывести из строя вентиля и задвижки. Им необходима ежегодная профилактика. Андрей Казаков – слесарь-сантехник и руководитель бригады, которая готовит часть домов в Альфарабийском районе к предстоящему отопительному сезону, считает, подготовку к отопительному сезону надо начинать сразу по окончании предыдущего. Как только окончается отопительный сезон, чтобы люди могли успеть подготовиться, проверить и устранить все недостачи. Потому что чем дальше тянутся, потом уже к самому отопительному сезону, уже ажиотаж не успевает, и большинство людей запускают дома неподготовленные. Опрессовку в Альфарабийском районе начали в первых числах мая. Сейчас из порядка 800 домов района к приему тепла готовы около 50. Но времени на подготовку очень мало, а потому руководство района призывает жителей не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. По Альфарабийскому району начался уже отопительный сезон, то есть опрессовка внутридомовых систем отопления. Вот вы видите, два дома уже начинают. Я приглашаю всех домкомов, всех жителей района, города, чтобы уже начать опрессовочную работу, подготовить отопительный сезон 2012-2013. С этого года обслуживанием многоэтажек в южной зоне Альфарабийского района, а это 524 дома, будет заниматься ГКП ЖЛУ «Энергоортолог».